Площадка этажа просто рвется полностью. Здесь просто дырка. Трещит в буквальном смысле второй подъезд пятиэтажки. Разломы видны и на стенах подъезда, и на лестничных пролетах, и на перекрытиях. Поползли трещины еще в 2007-м и с каждым годом захватывали дом все увереннее. То же самое мы наблюдали на третьем этаже, но здесь дверь пока закрывается. Хотя такая же проблема, там плохо закрывается вторая дверь. В квартирах ситуация не лучше. Стены расходятся, плитка на кухнях лопается. Своими силами ситуацию не спасти, разводят руками жильцы. И вот в этом году Хрущевку признали аварийной, под снос. Собственникам пообещали компенсацию. Однако к переезду оказались готовы не все. Владельцы квадратных метров в других подъездах хоронить дом отказываются и настаивают на капремонте. Разбираться в проблеме пришлось градоначальнику. Еще вот здесь вот сели. Пожалуй, мы уже видим. Да, все понятно. Довольно. По квартирам уже идут. Обсуждение получилось эмоциональным. У каждой из сторон свои доводы. Люди привязаны к работе, к этому месту. У нас в семье детский сад, школа. Ребята, мы по-человечески. Услышали жильцов всех подъездов. Те, кто боится оставаться в аварийных квартирах, могут получить компенсацию. Стоимость квадратного метра рыночная. Ориентировочно 60 тысяч рублей. Люди, которые хотят получить крупную стоимость, мы будем стараться эти деньги выплатить. Для этого мы должны получить поддержку правительству, заложить деньги на городской думе, присмотреть расходы. А жители, которые хотят дом сохранить, мы поможем им в судебном порядке провести экспертизу, получить предназначительную документацию для того, чтобы была возможность дом отремонтировать. Если все будет действительно так, как было сказано, то мы будем только рады. Информацию о том, что на месте этого аварийного дома планируется строить высотку, градоначальник опроверг. Хотя в границах квартала действительно будут возведены жилые дома, детсад и школа. Виктория Щединина, Максим Шапошников, Первый Ростовский.